название Бога. Вот тут понятно, кто это такой. Тут написано Родов, жрец, роман. Причем он опять-таки принадлежал Макоши, но вот он в храме Рода служил. Ну и он надевал маски. Так что это его скульптурный портрет в маске, как он изображал Рода. Дальше, пожалуйста. Ну и еще, что интересно, Род, окружной, бил Бог, опять же, Род и презри. Вот прочитали эту надпись презри, но решили, что такое Бог презри. На самом деле это просто обращение. Вы знаете, есть дом презрения, что это означает? Присмотри. Присмотри, конечно, естественно. То есть вот обращение к людям, ну посмотри, да, презри. Стали немцы понимать, как название Бога. Странно, конечно, но они русским-то не владели. Дальше, пожалуйста. Ну и вот тоже очень интересно. Считается, что это Бог Немиза, так прочитали, я прочитал, может, по-другому. Немец или немец, это не кто иной, как Один, Один, раб в Бога. Видите, тут смешанная надпись с латинскими и русскими буквами. Аркона, и потом он раб, раб, раб Божий. То есть уже христианская началась эра. Союза Российской Прибалтики, камни Союза Российской Прибалтики с миром братства народов Руси. То есть была Российская Прибалтика. Но она действительно была российская, если... Но уже, видите, Прибалтики, уже тут написано не море Яра. А СССР тогда не было? Тогда не было С. Тогда Россия была. Россия на море Яра. А вот тоже самая надпись латинскими буквами. Это я к тому, что они могли использовать для Божьей. Хромары. Ну, опять-таки. Да, я согласен, что вот много мне замечаний было по этому, но что написано, то написано. И слово Союз, как вы знаете, очень древнее слово, ему, наверное, несколько тысяч лет. Есть слово Узы. Тоже ему много тысяч лет. Поэтому Со Узы вместе дает слово Союз. Понятно? Дело в том, что Мария, да, Мария была жрицей в краме Мары. А что для нее такое имя Мария? Ну, о Марии мы потом поговорим на следующих лекциях. Это я вам просто хотел показать в Агре. Это я малую долину просто вам показываю. Дальше, пожалуйста. Вот тоже мне несказанно повезло. Один из читателей на мой сайт прислал изображение. Он сказал, что вот я не знаю, у меня есть какая-то монета, вроде бы германская, но ее нумизматы за германскую не числят. Что это такое? Я начал читать и ахнул. Рода Яра Мир, Аркона Яра Храм, Русь Яра, Русь Яра. Понятно. Значит, это монета Багри. А теперь на обороте читаем. Дальше, пожалуйста. Чуть-чуть повыше. Яр, Один, От Яра, Динарий. Вот вам название монет. Динарий, это, видимо, платили за день работы. Да. День Яра или День Ара. Да, и отсюда Динарий. Ну и Динарий, человек, ну вы знаете, и в Риме были Динарии, и Сестерцы и прочее. Храм Яра, Русь Яра, Яра Храм. Вот такие вот удивительные вещи. Дальше, пожалуйста. Значит, чеканили монету свою в арконе. И вот этот пример. А это мы переходим уже к Радзивилловой летописи. Я вам тут хотел бы крупным планом показать 13-ю и 14-ю миниатюры. На 13-й миниатюре кому-то приносят дань. Кому приносят дань? Вот можно прочитать. Дело в том, что волосы называются, на лице надписи есть. Итак, хан Вагри, Миколай Кродо, кто Яра нам и миру являл, как помором. Вот он, оказывается, еще и представлял Яра помором. Дальше, бочонок. Что на бочонке написано? Варягу дань, князь Рыковый, Ериловый, с миром. Так, Яра проводник, Варяг Яра-Яра. И год 6367-й. Вот цифры не видно. Если мы отнимем 5508 лет, мы получим 859-й год, о чем и говорит Летопись. А считается, видите, еще раз, да. 6367-й год Яра. Не год от сотворения мира, а год Яра. Понятно? То есть, то, что было годом Яра, дальше мы стали считать годом сотворения мира. Это, видимо, год пришествия воплощения Яра. То есть, уже князя Яра. Не Бога Яра, а князя Яра. Но вы знаете, что очень часто князей называли божескими именами. Например, скажем, в Болгарии очень принято имя Христоф. Скажем, Христоф, Ботев и так далее. То есть, вполне человека могли назвать божеским именем. Так. Ну и вот дальше смотрим, что тут еще. Вот эти вот лица. Кто это? Это, кажется, моряк родов. Яра море муж. Моряк море Яра. То есть, иными словами, Яра-проводник вручает вот эту вот дань. И дань он вручает николониму провода. Это левая часть миниатюры. Теперь смотрим правую часть миниатюры. Повыше. Видите, пожалуйста. Что еще тут изображено? А еще кто-то кому-то еще вручает что-то. Что это? Тут написано. Калиф Юсия, Юсия Козарий хан, хан русский. Вот кто это. Итак, в этот момент, то есть в 859 году, в Козарии правил русский хан по имени Юсия в рамке калифа. На Яра Руси руны скифские или русские явные. Русский хан, мир Руси, Яра, воин Ярова моря. Ну и дальше вот маяки. Значит, и Хазарии вручали дань, и Вагрию эту дань вручали. Дальше, пожалуйста. Теперь рассмотрим 14-е. Это уже 14-я миниатюра. Вот она целиком так выглядит. Дальше, пожалуйста. Тут смотрим, кто есть кто. Руси, Яра, Жупан, Вагрии, Хан. Руси, Жупан, Русь, Яра, Эмир и Хан. А с края моряк, хвост Кродо. Еще раз, прошу любить и жаловать. Николай Кродо, Хан Вагрии. Опять на 14-е миниатюры. Дальше, пожалуйста. Это уже призвание Яра. Призвание, вернее, этого самого Юрика. Мир Яра, море Яра, пират Моря Яра. Кто же призывает Юрика? Пираты призывают, моряки призывают. Яра дрон, Яра посох, моряки Яра. Вот они этим и занимаются. И просят Николая Кродо, а в других местах, я не стал сегодня воспроизводить, говорится, что Николай Кродо являлся дядей Рюрик. Так что он против своего племянника не возражал. Тем более, племянник богатенький Буратино. Да? Дядя Миша Белева-11. Дальше, пожалуйста. Ну, а вот, видимо, сам Рюрик. Да, действительно, тут написано. Рюрик, Русь. Руси, княжи, князья, на Яра Русь. Приходи сам в Мако же храмах, в Агрия, Яра Руси, Мако же и Мара храмы, ну и так далее, и так далее. Куда же его призвали-то? Его призвали не на Русь славян, а его призвали на Русь Яра. То есть туда его призвали. Там, где была столица мира, там, где жили самые богатые люди. Чего ему делать в нашем захолустье? Понятно? Вот туда его действительно призвали. Но призвали не потому, что он какой-то там швед. Его призвали, потому что самый богатый человек, с одной стороны, с другой стороны, племянник у правителя в Агрии. Понятно? Тут и династические дела, тут и родственные связи, тут и богатство, тут все приложилось. Дальше, пожалуйста. Вообще, у меня такое впечатление, что миниатюры как раз и несли основной текст. А вот то, что написано, это просто не такие связующие пассажи, которые между миниатюрами. Комментарии. Комментарии совершенно верные. И не очень подробные. Потому что весь текст, он вот он. Дальше, викинг. Видите, уже слово викинг. Викинг, море Яра и море Мако. Ну, тоже викинги, тоже просили его прийти. То есть не только русские. И опять Яра, мир, рода Мим, родов Мим. Но если Мим просит, а Мим это что-нибудь соответствует нашему... Но если не папе, то епископ уж как минимум. То есть Мим это очень высокое духовное лицо. Мим храма рода, он тоже просит Рюрика прийти на Ярову. Дальше, пожалуйста. Ну и, наконец, последнее, что я вам хотел показать, это раскопки шведов. Шведы произвели раскопки в своих местах. Например, раскапывали такой город с очень неславянским названием. Вы сейчас послушайте, как его называют. Он называется Бирка. Мы не знаем такого названия? В руссквенске нет такого слова? Вот такой шведский город Бирка. Да. Может быть, искаженное слово берег. Совершенно верно. Вот. И вот нашли то, что они назвали гультгутберы. Гультберы – это, значит, золотые. Гультберы – это, ну, трудно точно перевести, значит, вот какие-то золотые изделия. Это тисненая золотая фольга. То есть, вы представляете, тонкий-тонкий листочек золота. Его очень легко прессовать. И можно на нем выдавить любой рисунок. И вот выдавлен рисунок, и понятно, что вот это вот надпись. Правда? Но для того, чтобы такую надпись прочитать, вы сами понимаете, надо очень сильно увеличить, это еще и постараться. Да, постараться, прочитайте. Я постарался. Тут написано «Яра моряки». Это опять шведская надпись, да? «Яра моряки, мимы храма, яра моря, яра ремакожи, яра море морякам, мим яра храма, мим храма яра, яра моряк, яра моряки, макожи». Ну и так далее, и так далее. Все в том же духе. Правда, шведская надпись? Молодцы шведки. А зачем они одни и те же слова повторяют? Когда вы молитесь, почему вы говорите «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи?» Сколько раз повторяют? Одни и те же слова. Все? Понятно? А что если бы их заменить? Там не «Господи помилуй», а, допустим, там, ну вот, чередовать с чем? Там, Господи, избавь меня, там, Господи, вот, приголубь, приваскай. Но так не принято. А может это что-нибудь для развития языка? Что значит о поговорке? Не уверен. Я думаю, каждый раз, когда они писали такие слова, они думали, что делают богоугодное дело. Поэтому одни и те же слова, вот чуть-чуть разный набор. Дальше, пожалуйста.